О цифровой трансформации сознания и среды вокруг нас сегодня поговорим в программе по существу с Александром Зориным директором по региональной политике организации цифровая экономика Александр, здравствуйте. Да, день добрый. Александр, вы здесь находитесь с определенной миссией в Чувашии. Можете рассказать о ней? Смотрите, наша задача сегодня это показать предприятиям промышленности, предприятиям реальности и экономики полезность и необходимость внедрения современных российских отечественных цифровых решений, которые позволяют повысить производительность труда, которые позволяют повысить эффективность в целом промышленного производства и кроме этого сформировать вместе с ними повестку их цифрового развития. Для этого вместе с собой мы привозим ведущие российские компании цифровой экономики, мы привозим их решения, их кейсы, мы привозим практику других регионов с тем, чтобы промышленные предприятия и органы власти, оценив их, приняли решение о реализации их у себя. Это получается такой двухдневный интенсив у вас, да? Мы называем его цифровой прокачкой. Почему? Потому что сегодня важно не просто внедрять цифровые решения, важно внедрять их очень быстро. Потому что, ну, собственно говоря, там, и мы в открытую об этом говорим, о том, что те предприятия, которые сегодня не займутся цифровизацией, они завтра уйдут с рынка. И это вызов и для предприятий, это вызов и в целом для региона. И мы искренне верим в том, что можно и нужно решать сложные задачи, а цифровизация промышленности – это действительно очень сложная задача, ее нужно решать, садясь за один стол всем основным участникам и органам власти, региональным, федеральным, институтам развития и, конечно же, представителям самой отрасли, самих предприятий и компаний, ведущих российских технологических компаний. И вместе находить, формировать эффективный и доверительный действительно партнерский диалог и находить правильные технологии, правильные шаги по решению этой задачи. Ну, прежде чем сюда приехать, вы, наверное, оценили наш цифровой потенциал нашего региона. Что скажете, каково ваше мнение со стороны? Ну, смотрите, у нас точно есть потенциал с точки зрения внедрения хороших цифровых решений в системе здравоохранения, в образовании. У нас потенциал большой, востребованность в целом в системе государства муниципального управления. Любую сферу сегодня, где бы мы ни брали, ее нужно трансформировать с помощью конкретных цифровых решений. Например, если сегодня, собственно говоря, там не внедрена система умных светофоров, умных пешеходных переходов, то ее нужно делать. Это не только удобно, это безопасно для граждан. Сегодня много цифровых решений, которые это позволяют делать. Таким образом, у нас практически по каждому направлению большой задел. И здесь очень важно смотреть правильные и подбирать хорошие финансо-экономические модели. И если мы будем внимательно рассматривать этот вопрос, то не везде нужны прямые бюджетные инвестиции, что очень важно. И на наш взгляд, сегодня не просто нужно внедрять цифровые решения и делать это быстро. Нужно, наверное, пользоваться следующим принципом. Там, где бизнес готов решить государственную задачу за свой собственный счет, ему нужно позволить это сделать. Есть задачи, где, например, очень много задач в системе госуправления, где действительно нужно инвестировать в бюджетные ресурсы, в цифровые решения. Но, опять же, здесь к ним нужно относиться именно как к инвестициям, к бюджетным инвестициям, которые должны дать заданный результат, заданный период времени. Например, о чем я говорю? Если сегодня, грубо говоря, система управления, например, землей, имуществом, она не оцифрована, бизнес-процессы не оцифрованы, то здесь большой потенциал с точки зрения повышения производительности, эффективности и прозрачности этих процессов. Идеально, когда каждая сделка, она отражается в единой системе, в единой платформе и доступна, в том числе, лицам, принимающим решения, доступна главе региона в режиме реального времени. Все-таки, как мы все коснемся немножко диагностики, прежде чем сюда приехать, мы сделали диагностику внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий Республики Чуваши. Сегодня мы провели диагностику более 20 предприятий. Что она показала? Более 40% предприятий имеют низкий уровень цифровизации. Более около 50 предприятий имеют уровень базовой цифровизации. 3% собственно говоря, там, предприятий находятся на уровне среднем по цифровизации. И нет ни одного предприятия, которое бы сегодня мы могли говорить о том, что он обладает высоким уровнем цифровой технологии. Это говорит о том, что потенциал здесь у них огромный. И это, значит, вот коллеги, когда мы сегодня разбирали, куда нужно направлять свое внимание, это, безусловно, там, на цифровизацию самого производства. Мы увидели сегодня запрос от предприятий на цифровые двойники, на их создание, на использование цифровых технологий, в логистике, в управлении складами, складскими запасами. Мы увидели запрос от предприятий на цифровые решения в области взаимодействия с поставщиками. После этого нужно заняться системно и, допустим, поставить перед собой цель. Ну, например, в 2024 году, в 2020 год, например, там, на 80% промышленных предприятий должны обладать высоким уровнем внедрения цифровых технологий. А где проще внедрять? На крупных предприятиях или малый и средний бизнес? В фокусе нашего внимания находятся, наверное, такие три основные группы. Первая – это система госуправления. Второе – это решение, которое позволяет повысить качество жизни граждан. И третье – то, о чем мы, собственно говоря, там, коллегам в регионах настоятельно рекомендуем делать, этим нужно заниматься, это, конечно, цифровизация реального сектора экономики. Почему? Потому что именно успех экономики будут определять в итоге и каждого конкретного предприятия, будет определять уровень благосостояния граждан, которые проживают на той или иной территории, в данном случае на территории Республики Чуваша. Что касается внедрения цифровой технологии, где проще, ну, вообще, хочу сказать, что достаточно сложный процесс, но вот сегодня мы с коллегами, например, в Самарской области говорили, коллеги презентовали свой опыт, они в основном работают с крупными предприятиями, но такую стратегию не используют, поэтапно, шаг за шагом. Причем очень выверенное решение, они ориентируются, их предприятия ориентируются на решение конкретных прикладных задач, которыми они сталкиваются. В отличие от субъектов малого и среднего предпринимательства, у крупных предприятий, безусловно, есть ресурсы, внутренние ресурсы для внедрения цифровой технологии. И общение сегодня с вашими предприятиями тоже это подтвердило. Но при этом нужно учитывать, что на федеральном уровне большое, много опций по получению федерального финансирования, этим нужно пользоваться. И, конечно, прежде всего они направлены на субъекты, на крупные и средние предприятия. Что касается малых предприятий, то точно так же есть отдельная федеральная программа, которая малым предприятиям нужно использовать в своей работе. Хочу сделать, наверное, акцент на следующем. Вот ситуация, которая связана с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, то диагностика предприятий, запрос предприятий, который мы увидели, многие предприятия просто остановились. И запрос, который мы увидели от них, ну, несколько нас, не то что насторожил, но, наверное, был для нас неожиданным. Мы увидели, что предприятия, сегодня 2020 год, в большинстве, в значительной степени не владеют технологиями бесконтактной продажи и бесконтактной доставки. То есть, ну, это нужно учить, а эти технологии уже давно развиты. И здесь действительно не нужно изобретать кольцо, много решений, которые сегодня есть на рынке, их нужно внедрять, и они абсолютно недорогие. Ну, вот есть разработанные кейсы определенные, чтобы очень быстро внедрить цифровые технологии. Можете о них рассказать? Часто, когда мы говорим про какие-либо задачи, мне очень нравятся месседжи, когда люди говорят о том, что нужно начинать с себя. И вот, пример, задача по цифровизации системы госуправления, это действительно задача, которая, ну, собственно, давайте попробуем внедрять цифровое решение для себя. Ну, например, мы какую ситуацию сегодня наблюдаем, и она есть преимущественно. Например, используем служебный транспорт, звоним по телефону, либо закрепленная машина, ушли навстречу, машина стоит, не используется, неэффективно. Звоним в диспетчерскую, сотрудник, который маршрутизирует машину, потеря времени, неоперативно. Что сделала республика Удмуртия в данном случае? Она внедрила технологию условную, которую мы называем гостакси. Когда, собственно говоря, с помощью цифрового решения, цифровой платформы, мобильного приложения, я делаю заявку на машину, а ко мне приезжает первая освободившаяся машина из-за служебного автопарка. Это быстро, оперативно, удобно, никаких лишних посредников, не повышаем производительность, сокращаем сотрудников в системе госуправления, повышаем качество. Классно, удобно, хорошо. С точки зрения доходов, первое, что нужно делать, это, конечно, нужно создавать платформу по управлению государственным имуществом и землей, например. То есть это единая платформа, которая позволяет, собственно говоря, видеть все операции вплоть до сельского поселения, до администрации сельских поселений. Работая в единой платформе, видеть все операции с любым объектом государственного, либо муниципального имущества, либо земли. И, собственно говоря, эффективно вовлекать их в оборот. Вот практика работы, например, Ростовской, Ставропольского края по внедрению таких платформ позволяет сделать вывод о том, что такие решения позволяют повысить уровень доходности бюджета на 20-30%. Практически исключив случаи неэффективного, нерационального использования государственного муниципального имущества земли. Есть решения, которые позволяют, например, повысить эффективность, адресность, например, по неработающим граждан по линии Фонда обязательного медицинского страхования. То есть, грубо говоря, работая в одной платформе, мы исключаем случаи, когда при смене фамилии или других данных лиц идет задвоение записей, идут неэффективные расходы. Например, опыт реализации такого решения в Смоленской области показал десятки миллионов, даже нет, если не ошибаюсь, сотни миллионов рублей были сэкономлены на таком решении. – Вообще цифровой регион, какой он? Вот тот идеальный, в котором все основано на цифре? – Ключевая задача регионального развития системы госуправления в целом – это обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие на, в данном случае, конкретного региона. Сам регион должен быть конкурентоспособным. – На основании чего это может быть сделано? Это может быть сделано на основании передовых решений, как мы их называем, умных решений. Во всех направлениях, во всех сферах используется искусственная система, искусственная интеллект. – Используются возможности облачных технологий. Когда не имеет разницы, где я проживаю, я получаю такое же качественное образование. Когда вне зависимости, где я проживаю, я получаю качественное медицинское обслуживание. Когда вне зависимости от того, где я проживаю, я чувствую себя в безопасности, и эта безопасность обеспечена цифровыми технологиями. – Знаете, вообще, то есть выбор же будущего, то мы говорим о цифровой технологии. Я очень надеюсь, что умный регион – это регион, который может себе позволить, ну, например, на мой взгляд, например, сделать так, чтобы сотрудники, люди просто, они, например, дня 3-4 работали, и, соответственно, 4-3 дня, например, дыхали на 5, на 2, например, а 4, например, на 3. Больше проводили время дома и больше занимались саморазвитием своей семьей. При этом у них были бы высокие уровни дохода, высокие уровни благосостояния. Вот это, наверное, умный регион. Он должен быть такой. И мы должны себя чувствовать комфортно. Мы должны хотеть здесь жить. И он должен быть таким, куда бы приезжали люди и хотели здесь остаться. – Ну, когда мы говорим о таком глобальном внедрении цифры в образование, в медицину, вопрос всегда возникает о сохранении данных. Как вот сейчас организуется эта работа, ну, кибербезопасность? – Для решения этой задачи есть даже отдельный федеральный проект в рамках национальной программы – цифровая экономика. Но в целом здесь тоже, здесь много технологий, которые, ну, собственно, технологии и решения, которые нужно внедрять и использовать. И уж если мы говорим про республику Чуаши, что министерство цифрового развития, которое возглавляет Михаил Анисимов, ну, здесь необходимую работу проводят. То есть с точки зрения информационной безопасности, точно в отношении госсистем, у вас все хорошо, и с точки зрения хранения первых данных у вас все хорошо. Работает хорошая, эффективная профессиональная команда. И самая главная задача – это, конечно же, подготовка кадров в сфере информационной безопасности. Важно, чтобы не просто их готовить, важно, чтобы они оставались здесь, на местах, они появлялись в необходимом количестве. Это сегодня большая потребность как в системе государственного муниципального управления, так и, собственно говоря, в реальном секторе экономики. Сегодня мы видим потребность и дефицит кадров в сфере информационной безопасности в органах госвласти. И уж, конечно же, мягко говоря, там очень большая потребность у них в органах местного управления. Тут просто нет этих кадров. И регион, на наш взгляд, должен брать эту работу на себя централизован. Но в целом хочу сказать, что, несмотря на то, что число атак сегодня на государственную систему, и не только государственную, на коммерческую систему, она растет, российские технологии позволяют их, собственно говоря, минимизировать и от этих угроз уйти. Осознание людей уже готово к тому, что нужно так быстро, оперативно переходить в цифру? Переход в цифру – это не сама цель. Мы, по помощи цифровых решений, должны создавать комфортную и удобную среду для граждан. Они вот это уже понимают, что вот это для них, и что это не постоянная слежка, где я нахожусь. Нет, вопрос слежки время от времени возникает, и вопрос здесь, собственно говоря, передачи данных тоже есть. Но еще раз хочу сказать, что существующий комплекс мер, который сейчас реализуется, в том числе нормативное регулирование, он эту безопасность для хранения граждан обеспечит. При этом очень важно сегодня делать акцент, потому что если мы говорим там по перс-данной и каждой, то, собственно говоря, мы зачастую сами совершаем те ошибки, которые приводят к утечке данных. И сегодня нужно повышать уровень, есть такая фраза цифровой гигиены, собственно говоря, нужно со школьной камьи детей учить правильно работать в сети интернет. Но сегодня важно не только детей и школьников, они могут и фору дать взрослым. Важно учить средний и старший возраст правильно вести себя в сети интернет, работать с антивирусными, работать с сайтами и знать, где можно оставить данные, где не нужно оставлять свои данные, как их защитить. Вот такие программы тоже нужно запускать прямо массово повышение компьютерной цифровой грамотности. Что касается в целом граждан, помните фильм «Матрица» на выбор две таблетки? Одну заглотила, а обратно уже не вернешься. Здесь точно так же, когда мы попробовали то или иное мобильное приложение, ну, например, в пользу службы такси. Удобно, удобно, то есть не нужно звонить никуда, ты напрямую видишь, тебе приезжает первая освободившаяся машина, и ты знаешь, что это за водитель, все данные по нему есть, оплачиваешь. Собственно говоря, там нет никакой налички, все понятно, все прозрачно. Раз попробовал, ты уже, этот сервис для тебя становится нормой, ты его ожидаешь увидеть везде. Или, например, когда с помощью мобильного телефона мы видим, когда какой общественный транспорт приезжает. Действительно, это же удобно. И с помощью цифрового решения ты можешь построить логистику с помощью разных транспортов, как из одной точки добраться в другую. Удобно, доступно с помощью мобильного телефона. И ты уже, этот сервис, он становится для тебя нормой, и ты, собственно говоря, там уже хочешь, чтобы он был везде. Когда жители региона, которые находятся в малочисленных населенных пунктах либо удаленных районах, где нет этих сервисов, приезжают в город, их видят, с ними знакомятся, они требуют эти сервисы у себя. И задача власти – эти сервисы им дать. Например, в Новосибирской области наш коллега Анатолий Дюбанов, он обеспечил интеграцию региональной навигационной информационной системы с сервисом Яндекс.Транспорт, обеспечив передачу данных о движении всего общественного транспорта на территории всего региона, в эту систему. И жители населенных пунктов, которые проживают за 200-300 километров от Новосибирска, точно так же получили возможность видеть движение общественного транспорта. При этом важно, если в городе достаточно часто общественный транспорт ходит, то на муниципальных, межмуниципальных маршрутах там движение другое. И очень здорово стало то, что люди не выходят на остановку, не полчаса, не третий, не сорок, не ждут, а выходят, зная, к какому времени, и видят, как двигаться общественный транспорт. Вот таких изящных решений достаточно много. И сегодня важно, собственно говоря, смотреть на опыт, лучший российский опыт, и контр-С, контр-В его повторять, его себя внедрять. Очень важно дать людям много хороших цифровых сервисов, дать им возможность решать свои текущие задачи. С помощью цифровых решений это действительно удобно и хорошо. Точно так же это здравоохранение, точно так же это образование, безусловно, от сферы ЖКХ. Но действительно, сегодня, если у вас нет возможности сегодня, грубо говоря, там быстро, оперативно вызвать слесаря, и нужно звонить управляющей компании, дозвонился, не дозвонился, то это как бы плохо. Можно взять цифровой сервис, который позволяет вам выбить проблему, и придет квалифицированный, сертифицированный, и слесаря максимально оперативно быстро, качественно, и вся система оплаты будет прозрачна. Это здорово и хорошо, это нужно делать. Но что для этого нужно? Вот если мы берем промышленность, у нас есть гипотеза о том, что и в ряде регионов сегодня начинаем эту историю отрабатывать, что нужно на базе региональных институтов развития, ну, собственно, создавать такие центры цифровой трансформации бизнеса. Центры цифровой трансформации, например, системы госуправления, либо городского хозяйства, то есть погружать и делать. То есть должны быть те, кто на системной основе этим вопросом должен заниматься. Почему? Потому что это действительно большие, серьезные задачи, а не решаемая задача, но важно обеспечить их, для их решения необходимыми кадрами и компетенцией. Со своей стороны, мы в создании таких центров тоже готовы участвовать и готовы, как и по другим направлениям, подставить регионы плечо. То есть ведущая цифровая компания готова плотно работать с регионами, находить оптимальные финансо-экономические модели с точки зрения приземления тех или иных решений на конкретной территории региона. Александр, спасибо за интересный и содержательный разговор. Напомню, что сегодня в программе «По существу» мы беседовали с Александром Зориным, директором по региональной политике организации «Цифровая экономика». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин